Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Добрый день, дорогие друзья! Впереди долгие зимние каникулы, и вот она, долгожданная дата, когда вы отправляетесь в долгожданное путешествие, может быть, на несколько дней, а может быть, на пару недель. Главное, чтобы вы назад вернулись с яркими впечатлениями, с зарядом новых сил. Но в дороге бывают разные нюансы, но мелкие или крупные неприятности в дороге могут случиться с каждым. Так что рекомендую прислушаться к рекомендациям бывалого путешественника и соблюсти хотя бы минимальные требования безопасности. Итак, лайфхаки для путешественников. Если вам интересно, оставайтесь со мной. При бронировании авиабилетов день недели тоже имеет значение. Самое выгодное время – это вторая половина дня вторника после 15 часов. В это время крупные авиакомпании делают значительные скидки, но с целью конкуренции с лоукостерами. Так что выбирайте день и время бронирования ваших билетов. Часто авиакомпании отслеживают посещаемость сайтов и увеличивают стоимость на билеты, руководствуясь историей ваших поисков. Поэтому тоже есть рекомендации – используйте инкогнито, чтобы вам не повысили цены на ваши билеты. Перед поездкой обязательно отсканируйте все ваши документы, которые вам понадобятся в дороге. Сохраняйте их удобным способом – в телефоне, в компьютере, в мейле, в облаке. То есть любым способом, если получится ситуация форс-мажорная, вы могли их использовать прямо с вашего телефона. Позаботьтесь о выгодном тарифе для вашего телефона, особенно когда вы выезжаете за границу. С каждым годом операторы мобильной связи проявляют все большую лояльность и придумывают различные удобные тарифы. Что делаю я? Я обычно покупаю сим-карту, куда я приезжаю. Моя любимая страна – это Турция. Качество связи улучшается с каждым днем, поэтому лучше иметь свою сим-карту. То есть вот она у меня в таком удобном. Это тоже лайфхак, маленький конвертик. Я купила такое приспособление, прямо сидя в самолете. У меня все под рукой. Иголочка, чтобы открыть отверстие, вытащить и вставить в свою сим-карту. Обходите стороной длинной очереди в уборной аэропорта. Совет может оказаться очень банальным, но первые туалеты, когда заходишь в аэропорт, в них самые длинные очереди. Нужно пройти всего лишь немножко вглубь зала, и вам не придется решать свой неотложный вопрос, стоя в очереди. Упаковка багажа, особенно если вы очень часто летаете, то это тоже очень важный вопрос, потому что упаковка багажа стоит недешево. Предлагаю вам альтернативные варианты. Либо пищевая пленка, которую используют в многих случаях путешественники, просто замотать пленкой и сдать в багаж. Я что делала до сих пор? Либо приобрести вот такой чехол. Последний раз, когда я была в Турции, купила вот такой яркий-яркий чехол. Очень удобно, не нужно мотать пленку. Вы берете чехол, одеваете его, ткань трикотажная, легко отстирывается. И вот такой вот яркий чемодан, одев такой вот чехол, вы его на ленте сразу свой чемодан распознаете среди других. Одевается очень удобным способом. Натягивается прям как платье. Вот этот разрез остается для ручки. Это для боковой ручки. Внизу еще идет резинка, которую нужно вытащить, чтобы чехол зафиксировался. И застегивается вот такая молния. Что интересно, да, я вам расскажу все, где я приобрела. В Турции такой чехол я приобрела на египетском рынке. И что интересно, у этих чехлов есть размеры, как и у нашей одежды. С, М и Л. То есть, Л это большой, М это средний чемодан, и С это самый маленький. Это вариант Л. Ни для кого не является секретом, как обходится с багажом. Как его кидают, как его бросают. И чтобы уберечь свое добро, я вам рекомендую приобрести наклейку хрупкой. Может быть, это не спасет, но в любом случае какая-то надежда, что с вашим чемоданом будут обходиться, она есть. Так что маркировка в чемодане хрупкая. Куда спрятать самое ценное, отправляясь в путешествие? Порой кажется, что проще с собой таскать в дорогу сейф, чем найти укромное место. Потому что, знаете, грабители, они могут залезть везде. Я вам предлагаю такой лайфхак, который уже придумали туристы на этот счет. Возьмите с собой либо большую, либо маленькую упаковку влажных салфеток. Все это можно оттуда вытащить, высушить упаковку, проложить туда сухие салфетки и поставить туда свою банковскую карту, ключи, деньги, все, что ценное, кладете в упаковку влажных салфеток. Каждая девушка знает, что как сложно в дороге, особенно если вы часто летаете, путешествия, командировки, как сложно уследить за своей кожей. В этом случае я советую приобрести термальную воду. Ее можно перелить в маленькие флакончики и взять с собой в дорогу. Вы же не будете с собой брать тональный крем в самолет и каждый раз наносить тональный крем. Освежив ваше лицо, вы будете просто сиять и будете очаровательны. На этом все, дорогие друзья. Это были маленькие хитрости для путешественников от меня. Но если вы владеете еще какими-то хитростями, лайфхаками для путешественников, то я жду от вас в комментариях и буду очень благодарна вам за это. Если вы не подписаны на наш канал, подписываемся, нажимаем колокольчик и ждем следующее более интересное видео. А на этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту. Субтитры создавал DimaTorzok